Видеоролик создан специально для сайта fb.ru Я научился делать дома ветчину. В магазин даже не заглядываю. Рецепт простой. По результатам исследований у людей, которые употребляют в пищу переработанное мясо и колбасу, риск преждевременно умереть увеличен на 40%. Если вы беспокоитесь о своем здоровье, вместо того, чтобы отправиться в супермаркет за ветчиной, обзаведитесь хорошим куском мяса и сделайте ее самостоятельно. Приготовить домашнюю ветчину совершенно нетрудно. О том, как это сделать, я вам сейчас расскажу. Для приготовления ветчины вам понадобятся такие продукты. Свиной окорок. Достаточно будет полтора килограмма. Один литр воды. Сто грамм соли. Черный перец в виде горошка. Пять штук. Гвоздика. На полтора килограмма свинины мне хватает двух соцветий. Один острый перец. Этот ингредиент должен быть сушеный. Ветчину я делаю следующим образом. Начинаю с приготовления рассола. В кастрюлю наливаю указанное количество воды, то есть литр, а затем ставлю посудину на огонь. После того, как вода закипит, заправляю емкость с солью и вышеперечисленными специями и продолжаю кипятить еще в течение одной минуты. После снимаю кастрюлю с плиты. Теперь нужно дождаться, чтобы рассол остыл. Когда это произойдет, набираю его в шприц и начинаю обкалывать свиной окорок с разных сторон. Это необходимо для равномерного просаливания мяса. Преимущественно после этой процедуры у меня остается немного рассола. Им я поливаю обработанное мясо, которое определяю в отдельную емкость. Далее этот продукт нужно будет поставить в холодильник и подержать там не менее трех дней. Чтобы окорок лучше просолился и сохранил равномерный цвет, желательно периодически заглядывать в холодильник и мясо переворачивать. После процедуры просаливания я обвязываю как можно ту же домашнюю ветчину шпагатом, затем оборачиваю пищевой пленкой. Завершающий этап. В самом конце я нагреваю воду до 85 градусов температуры и опускаю туда обернутое в пленку мясо. Варить его нужно 2 часа. Важно, чтобы температурный режим варьировался в пределах от 75 до 80 градусов. Температуру я контролирую, используя кулинарный градусник. После варки я выливаю на свинину холодную воду, а затем определяю ее на холод, пока она окончательно не остудится. В целом это займет у вас всего пару часов. Если вы все сделаете правильно, то станете обладателем очень сочной и вкусной ветчины, которая по своим вкусовым качествам практически не отличается от покупной. Несомненно, преимущество ее в том, что в этом продукте отсутствуют консерванты. Минус. Ветчину кустарного производства в холодильнике хранить можно не более 4 дней. Плюс. Я ее делаю сам, без всяких гадостных добавок. Кроме того, поверьте, этот минус можно спокойно сбрасывать со счетов, потому что более 2 дней она у вас в холодильнике не задержится. Ведь есть такое мясо не вредно, а вкусно. А какие подобные рецепты можете посоветовать вы? Поделитесь с нами в комментариях. Ролик подготовлен для сайта fb.ru. Если он вам понравился, не забывайте поддержать нас лайком и подпиской на канал. Ролик подготовлен для сайта фб.ру. Ролик подготовлен для сайта фб.ру. Ролик подготовлен для сайта фб.ру. Продолжение следует...